Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы, мое отдельное, вам здравствуйте! Поговорим о Самвеле Адемиане. Первое, что меня впечатлило, это щедрость души Самвела. Если кому-то надо, я отдам банку смальца, и я серьезно, я взял оттуда только одну ложку. Все, куколки, налетай! Щедрость, да, вот просто не имеет границ. Вы знаете, ребята, смотришь на вот это все, какое-то жлобство, и даже какое-то, в первую очередь, унижение собственного зрителя. Такое ощущение, что все должны сейчас, сломя голову, побежать к Самвелу и расхватывать вот этот, еще и драться за одну банку начатого, недоеденного смальца. И как-то даже унизительно, вот недостойно такое предлагать. То есть, либо вообще ничего не предлагай, да, либо уже, я не знаю, просто выкинь, либо что-то хорошее подари, если у тебя есть такой порыв. Там, не знаю, как многие блогеры, разыграй какой-то подарок для зрителей. Ну, что-то прилично. А здесь вот реально убого. Но хотя, ребята, о чем я говорю? Если человек не брезгует продавать то, что ему в свое время отправляли, да, и дарили, а он это теперь продает, как получилось с котиками. Либо люди отправляли посылки, а Самвел благополучно раздавал это направо-налево, то, что люди дарили конкретно ему. А потом после этого еще их обосрал и сказал, что как минимум практически всем посылкам место было на свалке. Только три или четыре человека ему могли угодить, а все остальное типа дерьмо присылали. Поэтому каждый раз умывая таким макаром свою аудиторию, да, и в первую очередь людей действительно, которые ему симпатизируют и любят. Что можно говорить за смалец? Интересно, найдется ли какой-то болезненный, который побежит к сирке за вот этой банкой начатого смальца. Но меня это действительно, ребята, поразила. Какая-то мелочность и скупость. Далее, конечно, он прошелся по теме мамы, по теме гипероптеки над ней и тому подобное. И утверждает, что мама целую неделю убирает сама за собой, а уборщица убирает только там, где высоко и тщательно все моет всего лишь раз в неделю. Не вижу я Татьяну Васильевну, которая бы как-то напрягалась и что-то сделала. Ребят, ну согласитесь, если человек, имея нормальные руки, ноги, все, не может элементарно обслужить себя. Не может приготовить себе еду, покупаться. И непонятны причины этого всего. Да, сейчас можно сказать, что травма. Но раньше у нее травмы не было. И то она не сильно перенапрягалась. Далее Самвел начал рассказывать, что не живет жизнью матери, а живет своей. Они просто вот куколки действительно не понимают, что ему пофиг на маму. Мама нужна исключительно как контент. Почему? Потому что когда сам снимаешь, да, надо что-то придумывать, как-то изгаляться над этими видео. Думать, что в них показать, рассказать. А мама – это бесплатный готовый контент. Дал 3 копейки и заработал бабла. Приехал, раздраконил ее каким-нибудь очередным комментарием и понеслась душа в рай. И, кстати, мама набирает хорошо просмотров. Поэтому и трудится он именно на маму. И приезжает он каждый день не потому, что он за ней скучает, или переживает, или хочет проведать, а потому что нужны, конечно же, ролики с участием мамы. Согласитесь, это один, а то и два ролика в день именно с участием ТВ. Поэтому и включает вот такого гиперопекуна, гиперзаботливого сына ответственного, который постоянно шорхается к маме. Не за этим он туда ездит. Расслабьтесь. Далее, конечно, был видос, где Самвел заставил маму работать. Учит готовить капусту. Вы знаете, что самое интересное? Вот не могу понять одного. Вроде бы женщина имеет троих детей на руках. Растила, кормила, что-то готовила. А такое ощущение, что он учит готовить ребенка. Вот реально ребенка, который абсолютно никак не приспособлен к жизни и не умеет ничего сам приготовить. Для меня это как-то так странно и непонятно. Он ей говорит нарежь, а она не понимает, о чем идет речь. Что он от нее хочет. Либо у нее действительно уже мозговая активность никакая, да и она, ну, тугенько соображает, что он от нее хочет. Либо вообще мне возникает вопрос, кто же все-таки кормил и ухаживал за тремя детьми. На секундочку. Мама, конечно, была крайне возмущена и недовольна этой постановкой вопроса, что она должна на камеру что-то там изгаляться и готовить. Вспомнила все свои диагнозы. Ручка болит, мочевина плохая. Еще там какие-то у нее болезни были. В общем, весь букет Молдавии. Озвучила, хотела отлынить от этого момента, но не удалось. Сам Вэлл был крайне решительный и настойчив. Он прям расстроил маму, она там уже и постановала, и умирающую лебедицу включала. Но ничего не спасло ее от участи готовки. И, кстати, удивительно, да, как женщина не любит готовить. Она готова есть любое, что угодно, там яйца отварные, эту картошку, гречку постоянно. Лишь бы лишний раз не напрячься и не приготовить нормальной еды. Мама-то, как всегда, по стандарту готовилась только пробу снимать на камеру, а тут такое, еще и главное прикрикивает и рассказывает, что делать. Ну вот, в общем, еще при этом утверждает, не умрешь, давай работай, давай нарезай, а не мешки таскать. В общем, думаю, мама это сто процентов припомнит. Обида затаилась и, конечно же, за это, за все отыграется. И вообще относительно мамы, прям, понимаете, был тираничен и деспотичен. Вот издевательство над мамой. Именно так, ребята, это выглядело со стороны. Потому что любой другой женщине скажи, приготовь, она встанет и приготовит. А тем более сыну, да, детям. Вообще с радостью и без проблем. Но именно для ТВ это героизм. Это целое событие и подвиг. И главное, под диктовку. Стоит ребенок, готовит, видит ТВ. А, конечно, мастер-шеф держит все под своим жестким контролем. И вот, знаете, прям, вырежи этот сифилис, этот трипер, обрежь и тому подобное. Не привыкла ТВ к такому. И, кстати, все чаще у меня складывается ощущение, что Самвел снимает ролики по комментариям. То есть он читается комментариев и находит следующую тему для своих видосов. Почему? Потому что только недавно в комментариях писали, что мама должна готовить сама. Он отгавкивался от этого всего. И тут бах тебе и на, пожалуйста, результат. Мама готовит сама. А он стоит и контролирует процесс. Хотя толку от этого, ребята, реально никакого. Почему? Потому что если человек не хочет этого делать, а Самвел это делает исключительно на камеру для контента, да, вот эти типа, настаивая, да, на вот этих готовках, но толку от этого всего. Все равно, понятно, это не продлится. Здесь два варианта. Либо она будет есть то, что она уже привыкла, либо ему необходимо будет каждый раз приезжать и, конечно же, все это готовить. И, кстати, удивило меня, удивило меню именно диабетика. Я никогда не знала, что можно майонез употреблять, там сыр в таких количествах натирать, и все будет норм. Потом, конечно, Самвел снял пробу, сам похвалил себя за придуманный рецепт. Коки дал на дегустацию. Хочется сказать, а кока каким боком? ТВ трудилась, старалась, стругала эту капусту. Это филе нарезала слайсами, как от нее требовали. Не с первого раза даже поняла, что это такое. И помидорки чекрыжила. Ну, в общем, старалась, не покладая рук. Еще духовку включить, выключить. Представьте, сколько функций она выполнила. А пробуй снимать кок. С какого боку припек кока там вообще к этой ситуации, осталась действительно загадка и непонятно. А в общем, что хочется сказать, что, конечно же, все идет исключительно для контента. Вот посмотрел, прошу прощения, зрители настаивают на том, чтобы мама готовила. И все, вот он кадр. И вот так вот у него происходит везде и всюду. Все, что пишут зрители в комментах, Самвел снимает на эту тему ролики. Только при этом, при всем еще называют людей дебилами, оскорбляют и унижают. Зачем ты это делаешь, если ты сам зависим от этих тем, комменты, на которые пишут зрители. Благодаря им у тебя и выходят видосы. Вот это для меня тоже остается как-то непонятным. И вот эти оскорбления от мамы, от сына, но явно не делает их лучше. Явно их никак не украшает. А только показывает степень какой-то бестактности, отсутствия воспитания и, конечно, деградации. Потому что с каждым днем это все хуже и хуже. И, кстати, действительно возникает вопрос в нормальном развитии умственного мамы. Даже в состоянии ее мозга на данный момент, скажем так. Потому что он, по-моему, оставляет желать лучшего. То есть она даже элементарные какие-то фразы не сразу переваривает и понимает, о чем идет речь. Ей надо обдумать. И только потом она начинает пробовать методом проб и ошибок, так это или не так. Ему стоит об этом задуматься, в первую очередь, перед тем, как пилить на собственной матери контент. Ну, вот так, ребят, для меня это выглядело. Продолжение, конечно же, следует. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!